Живет себе пенсионерка. Ухаживает за газоном, сажает цветы. Рядом живет предприниматель. Приезжает с работы, а машину ставить негде. Бросает ее в соседнем дворе, утром находится с разбитыми стеклами. Ситуация типичная для большинства многоквартирных домов. Мужчина пытается решить проблему с администрацией, договариваться с жильцами, проходят годы, терпение заканчивается и на месте газона появляется автостоянка. Я проявил инициативу, да. Я взял на себя и финансовую сторону, и организационные все моменты. Да, я проявил инициативу, самовольно это делаю. Понять можно обе стороны конфликта. Между тем есть несколько вариантов его решения. Существует понятие двойного использования земель, заглубленных мест для автостоянки и одновременного использования поверхности для детских площадок. Задача власти в данном случае не выступить в роли третейского судьи, а помочь жителям разобраться. В силах власти на сегодняшний день привлечь профессиональные сообщества, которые могут показать, не житель же будет рисовать дизайн проекта, но не художник он, не архитектор. Более того, и технологии они не знают, которые могут быть. Значит, нужно предоставить возможность жителям выбрать для того, чтобы все запросы, которые есть у жителей, учесть. Создание комфортной городской среды с 2017 года является национальным приоритетным проектом. За пять лет все российские дворы должны преобразиться и стать удобными и функциональными. Для исполнения поручения президента создан Центр мониторинга благоустройства городской среды. Команда проекта осмотрела значительную часть Самары. Задача разработать механизм учета мнений всех жителей. Может быть, где-то недостаточно нормативная база нам позволяет проводить мероприятия по благоустройству. Где-то нам нужно упростить процедуру, например, проведения общего собрания для того, чтобы ускорить процессы модернизации жилья, процессы благоустройства придомовых территорий, озеленения, установки парковочных мест для автостоянки. То есть подготовить ту базу, которая позволила бы нам действительно создать комфортное жилье, комфортные условия проживания в городской среде для всех категорий жителей. Программа благоустройства запущена, но никакие изменения не произойдут без участия жителей. Именно они должны решить, каким будет их двор и общественная территория. Решение общего собрания должно быть оформлено и направлено в Департамент городского хозяйства и экологии. Инесса Панченко, Максим Гусев, События.